Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. И сейчас вы видите на экране один день на бирже. Это самое начало дня. Вы видите время сервера 10 часов 48 минут. Биржа открывается в 10 часов. И вот сейчас прямо в прямом эфире я включил терминал биржевой у себя на компьютере. И можно посмотреть, как все это происходит. Это сводная таблица по торгам. И верхнюю строчку вы видите МИСЕКС, БМАЙ, индекс ММВБ. То есть, и смотрим, 4 миллиарда 684 тысячи, ну и так далее, рублей. То есть, соответственно, это оборот на текущий момент времени. Миллиарды рублей крутятся на бирже. Вот за 48 минут такой оборот достигнут. Ну, дальше идут другие индексы. Индекс РТС отличается от индекса ММВБ тем, что он в валюте считается. Это индексы. Индексы, они просто, ну, как индикаторы. О том, что такое индексы, я рассказываю отдельно в отдельном видео. Вот сейчас вы видите ссылку на это видео. Дальше идут вот АО. Видите? Значки АО, АО и АП. Это акции уже, которые можно купить и можно продать. И я отсортировал это дело по обороту, вы видите, столбец третий. То есть, по обороту абсолютным лидером являются акции Сбербанка. Вы видите, что сейчас их оборот этих акций, ну, сделки по купли-продаже составили 1 миллиард 500 тысяч рублей. На втором месте стоит почему-то акции Мечела. Это фондовый рынок исключительно. Я не стал включать сюда валютный рынок и рынок Форц, так называемый, это срочный рынок. Я как-нибудь в другой раз их включу. Там обороты намного-намного больше. Сейчас вот вы видите Мечел на втором месте, на третьем Газпром. Потом Роснефть идет, Распадская, Интеррао ЕС, Лукоил дальше, Сбербанк снова, Магнит, ГМК Норникель, Мосбиржа, Мечела 5, АИЖК и так далее. То есть, вот все эти акции и фондовые инструменты можно как купить, так и продать. Вы видите, вот все это мигает, то зеленый цвет, то красный. Зеленый цвет означает, что цена текущей сделки выше, чем цена предыдущей, а красный цвет, это значит, что цена ниже, чем цена предыдущей сделки. И они потихонечку вот так угасают. И вы видите, что непрерывно происходят сделки на фондовом рынке вот по этим бумагам. Почему эти люди совершают сделки? Ну, потому что кому-то всегда хочется купить эти акции, а кому-то продать. И эти люди куда идут для того, чтобы покупать или продавать акции? На биржу. И вы видите, что вот это вот такие вот огромные обороты, миллиарды рублей за какой-то час. То есть, о чем это говорит? О том, что люди не боятся совершенно и покупают и продают вот эти вот активы на огромные суммы. Ну, если люди не боятся, то, в общем, наверное, это стоит. Зачем-то им это надо. Это первый вывод. Второй вывод. Что, посмотрите, вот дальше смотрим. Количество спроса, количество продажи, общий спрос, общее предложение. То есть, всегда есть предложение и всегда есть спрос на активы. И есть вот лучший спрос, лучшие предложения. То есть, вы всегда можете, в частности, акции Сбербанка можно купить по где-то 150 рублей, вы видите, за одну акцию. И лот, если вы посмотрите на столбец с надписью лот, 10 акций, то есть, за полторы тысячи вполне можно купить минимальное количество акций. Это к вопросу о том, что для того, чтобы торговать на бирже, нужны огромные деньги. Нет, вот здесь достаточно буквально полутора тысяч рублей. На некоторые акции вы видите, что можно и вот Распадская, например, 600 рублей достаточно вполне иметь. Достаточно все очень легко на самом деле. Да вот, а ЕЖК буквально там 100 рублей, по-моему, минимальный. Вы видите, да? Вот, значит, лучший спрос, лучшие предложения. То есть, средняя цена какая-то вот между ними будет. И по этой цене, по средней, можно купить и умножить на лот. Лот, это значит, либо 10 акций, либо одна акция. Вот таким образом. То есть, всегда можно купить и всегда можно продать активы. Это для тех, кто не любит что-то покупать или продавать. Ну, например, для того, чтобы, скажем, если вы занимаетесь какой-то косметикой, то, значит, ее надо пойти и кому-то впаривать или продавать. А здесь все очень просто. Ставишь заявку, как это ставить, я рассказываю. Потом могу рассказать в других видео, как это сделать. Но факт тот, что все обезличено, все абсолютно надежно. И вы видите, что люди, вот уже скоро 5 миллиардов будет оборот. Это чисто на активах. И есть сейчас очень интересный продукт, модельный портфель для начинающих как раз. Для тех, кто не знает, как работать на бирже, ведущие аналитики, они анализируют, что сейчас надо купить и что прямо сейчас надо продать. И они выдают рекомендации для начинающих. И доходность этого модельного портфеля достигает, ну, где-то от 20 до 50 процентов годовых. Очень хорошая штука. Для того, чтобы открыть такой модельный портфель, очень просто. Это надо вот нажать на ту ссылочку, которую вы видите, и получить подробности в следующем видео о том, что такое модельный портфель. Ну, а сейчас видео закончилось. И нажимайте на кнопочку, посмотреть, что такое модельный портфель. А пока все. До свидания.